Лыжники из разных регионов Дальнего Востока поучаствовали в русской гонке во Владивостоке. Из 800 участников около 200 человек соревновались в профессиональной категории, остальные любители. Перед стартом участников поприветствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяка, а после, в числе первых, он принял участие в заезде. Лыжня объединяет семьи, она становится настоящим семейным праздником. В крае сегодня работает 25 оборудованных лыжных трасс, где любой житель Приморья, любой гость, который приехал к нам, может получить бесплатный лентарь, прокатиться, попить чаю. И, безусловно, это заряжает на хорошее настроение, это создает хорошую атмосферу. И мы сегодня видим, что те навыки спортивные, которые были зарождены возрастом поколении, передаются детям. На лыжне сегодня представлены все от трехлетнего возраста до 60 и более. Также к лыжникам обратился глава дальневосточной столицы Константин Шестаков. Доброе утро! Я всех нас поздравляю с началом русской гонки. Здесь, в Владивостоке, у нас спортсмены со всего Дальнего Востока, ну, конечно, из Владивостока, из Приморья, а еще у нас здесь представлена Амурская и Сахалинская области. Увеличивается и количество дистанций, на которых соревнуются участники. В этот раз самым длинным расстоянием было 18 километров. По словам лыжников, трасса очень удобная. Я из Хабаровска, мы приехали на соревнования. У вас здесь очень чудесно, это прям сказка. Ощущение только удовольствия. Мне нравится кайф скользить на лыжах в морозную свежую погоду. Ну, просто классное настроение. Плюс доза физнагрузки. Нам очень нравится. И, в принципе, от таких мероприятий мы получаем море эмоций, а также укрепляется здоровье, поэтому классно. Напомним, этой зимой на русской лыжне запланировано множество мероприятий. Главным событием станут первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья», которые пройдут по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяка с 18 по 23 февраля. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.